Музыка Всем привет! Данное видео посвящается тем, кто нравится огнестрельное оружие, холодное оружие. Но речь больше пойдет про игрушки, то есть это будет не настоящее оружие, а пластмасса. Но даже то, что я купил, несет некую опасность для здоровья, ну для любого практически человека. Но если соблюдать какие-то правила, то можно обойтись без каких-то последствий. Я думаю, можно так закончить в этом моменте говорить. Но в самом начале я сказал, что данный ролик посвящается кому в первую очередь нравится огнестрельное оружие или просто танки, самолеты и все, что связано с какой-то вонюшкой или вы смотрите какие-то боевики. Прежде чем я начну делать анбоксинг или распаковки пушки, которые я купил, нужно кое-что сделать, чтобы соответствовать данной теме. Типа я готов, теперь можно делать анбоксинг или просто по-русски говоря распаковка этой пушки. Я как-то шел в магазин и решил себе купить ствол. Но мне так захотелось. Потом скажу, почему мне захотелось все-таки купить этот ствол и сделать именно анбоксинг на эту вещь. Вот так коробка вот так вот выглядит. Короче, я купил эту пушку QK49MPS. Короче, вот эту вот пушку QK49MPS я купил за 6 евро 99 центов. Тут уже сами решайте, дорого или дешево. Вот именно для такой вот игрушки. Самое главное, что я должен сказать, прежде чем я начну делать анбоксинг этой вещи, как видите, я еще не распаковал. Кстати, вот так она выглядит с другой стороны. Здесь вот так вот выглядит. То есть, что я должен самое главное сказать, что нельзя давать детям, которым... Ну, то есть, не детям, а людям, которым не исполнилось просто еще 18 лет. То есть, я не стану врать здесь даже. Ну, это как бы закон. То есть, вот здесь... Если вам, короче, нету 18 лет, то вам не должны давить такие вещи, или вам просто не должны давать в руки. А если вам уже 18 лет, то вы можете, короче, держать. Ну, короче, не знаю, там... Стрелять по мишени, например, или по бутылкам. Вот здесь, короче, ограничения по возрасту. Тут еще написано, что... УС-6 мм ББ БУЛЕТ. Короче, какие-то миллиметровые. Не знаю. Хотел еще сказать, что... Я себя не считаю лучшим обзорчиком, или лучшим распаковщиком в Ютубе, потому что таких видео миллион, где люди покупают какие-то вещи, и потом снимают это на видео и рассказывают. Потом я задался опять же таким же вопросом, как и в прошлое видео я говорил, не помню в каком. Может быть, такие видео нужны для того, чтобы люди разбирались, когда покупают какой-то товар, ну, допустим, это помада, чтобы они... Ну, они обычно не задаются такими вопросами, из чего состоит эта помада, откуда эта помада, и насколько это качественная все-таки вещь. Да? И то есть... И оправдывается все-таки эта цена на такую вещь. Вот я тоже посмотрел на цену, и вот вы сами думаете, дорого или это дешево. Ну, покупаю вот такую вот, не знаю, пушку, короче. Вот как U-CAT 49 MPS. Вот. Ну, вот еще вот можно посмотреть, есть картинка, в общем, инструкция. Вот. То мне понадобится, короче, чтобы, ну, распаковать этом. Мне нужно ножик, и вот ножик. А вы уже можете писать в комментариях, что вы думаете уже про этот ствол U-CAT 49 MPS. А теперь я перейду уже ближе к антбоксингу, распаковке этой пушки. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Вот, короче, я сделал распаковку этого автомата. УК49МПС, вот, вот так он выглядит, такие вот его размеры, вот так что пишите свои комментарии, вот, теперь скажу, в самом начале я в видео, ну, сказал то же, то есть, зачем я все-таки купил, для чего я все-таки сделал анбоксинг этой вещи, ну, во-первых, я решил все-таки купить, то есть, я когда пошел в магазин, я решил, может что-нибудь купить в этот день, ну, что-нибудь из игрушек, именно, ну, какую-то там пушку, или пистолет, или гранату, вот, и смотрю, реально что-то продают интересное, я решил, что все-таки это один из самых популярных автоматов, ну, я так посчитал, Вот, если играли Counter-Strike, то это одно из самых дешевых автоматов, вот, в фильмах тоже можно увидеть эту пушку. Я когда купил, мне уже было интересно, то есть, это так выглядит, как на упаковке, то, что будет внутри, вот, из-за этого еще было интересно. И это хорошо тем, что это можно коллекционировать, ну, вдруг, есть люди, которые коллекционируют какие-то игрушки, а я думаю, для коллекции это самый раз, куда-нибудь повесить там, не знаю, на стенке, И потом просто любоваться, или какой-нибудь, там, не знаю, фильм или крометражку снять, вот. Меня смутило то, что обычно у всех игрушек, когда продаются, есть такая оранжевая пипетка, здесь это отсутствует. Также мне удивило то, что в магазине, ну, очень дешево продали, за 7 евро. И я посчитал, что данный мне автомат продали на халяву, в общем. Самое тяжелое место, в общем, у этого автомата, а именно этот приклад, кстати, самое тяжелое. Вот и самое приятное, что держишь, как будто настоящий ствол, ну, то есть, ощущается такой вес, вес. Так же, тут есть, как у настоящего оружия, предохранитель. То есть, ты, когда, ну, человек хочет нажать на курок, ну, на курок, то... Вот, предохранитель. Вот он. И нельзя выстрелить, в общем. И тут можно освободить, и можно стрелять, в общем, шариковыми пулями. Вот. И еще мне, знаете, что еще больше всего понравилось? Ну, просто понравилось. То, что здесь можно зарядить, ну, зарядить вот таким вот способом, как настоящее оружие. Ну, разве не круто? Вот. Вот. Так же, можно вставлять обойму. Вот. Это снимается обойма, и обратно вставляется. Вот. И здесь фиксируется. И обойма не снимается. Я подумал такое, блин, так дешево продали, но так все выглядит круто, реально. Может быть, то, что выглядит не как настоящий, то есть, уступает по каким-то габаритам. То есть, оригинальные размеры немного по-другому выглядят, вот. А это немножко по-другому, вот. Еще мне нравится то, что очень сделано скрупулезно. То есть, некоторые... Даже вот тот же прицел, он выглядит, ну, классно. Вот. Я никого не хотел убивать, на самом деле. Одним словом, я купил крутую вещь. Ставь лайк этому видео, комментируй, если есть что комментировать. Подписывайся на мой канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok